В эфире программа «Оппозиция» в студии Юлия Скутина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске продолжаем цикл ответов на вопросы, касающиеся работы налоговой инспекции, на которые ответит начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ФНС номер 23 по Свердловской области. Здравствуйте, Наталья Юрьевна! В очередной раз рады встрече с вами. Здравствуйте! Также рада встрече. Сегодня хотелось бы задать вам ряд вопросов, которые приходят на наш адрес от телезрителей. Необходимо ли уведомление налоговой об открытии расчетного счета организации? Ну, начиная со 2 мая 2014 года внесены изменения в налоговый кодекс. И сейчас налогоплательщики не предоставляют в инспекцию уведомления об открытии расчетного счета. Значит, данные у нас поступают из банков о том, что налогоплательщик открыл расчетный счет. Получив сообщение из банка об открытии счета, значит, прийти в инспекцию и уведомить ее об этом, то, начиная со 2 мая, значит, налогоплательщики уже не обращаются с уведомлением об открытии счетов. Можно ли получить дубликаты свидетельств о первичной регистрации и о внесении изменений в учредительные документы при утере оригиналов? Да, конечно, можно, но выдача указанных документов производится уже на основании документа об уплате государственной пошлины. То есть, получить дубликаты можно, но платно. То есть, первый раз они выдаются бесплатно при государственной регистрации, а второй раз, пожалуйста, то есть, формируйте, значит, с помощью сервиса заплате госпошлину, значит, квитанцию на уплату государственной пошлины за выдачу документов из единого государственного реестра, значит, и, соответственно, обращаетесь в инспекцию, руководитель обращается лично, либо, если представитель, то по доверенности, и прилагает к указанному заявлению о квитанцию об уплате госпошлины за получение вот этих вот документов, дубликатов свидетельства о государственной регистрации и о внесении изменений в учредительные документы. А где можно получить копию устава? Как правило, организация при государственной регистрации предоставляет в инспекцию, значит, оригинал устава и, соответственно, уже оплатив квитанцию об уплате госпошлины, значит, получает дубликат устава с отметкой регистрирующего органа. Вопрос следующий. Что делать, если в день регистрации забыли подать заявление на УСН? Ну, давайте сначала расшифруем эту правитую. Это упрощенная система налогообложения, значит, порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения отражены у нас 346-й статьи налогового кодекса. Соответственно, у нас перейти на указанную систему налогообложения, значит, вопрос был задан в день регистрации, если забыли, то вновь созданная организация индивидуальный предприниматель, значит, имеют у нас право перейти на упрощенную систему налогообложения. И, соответственно, следующий такой вопрос. По какой системе налогообложения лучше начинать работать? Здесь я бы хотела сориентировать налогоплательщиков на то, что необходимо, значит, самостоятельно определиться с выбором системы налогообложения. И, как уже было сказано ранее, на это есть еще время у налогообложения с момента государственной регистрации. А прочитать и ознакомиться с теми или иными плюсами и минусами той или иной системы налогообложения можно также, значит, в электронном сервисе создать свой бизнес. То есть там в указанном сервисе не только готовится пакет документов на государственную регистрацию, но и отражаются все преимущества и недостатки как общей системы налогообложения, так и упрощенной системы налогообложения. То есть информацию можно получить из указанного источника и, соответственно, определиться, какую у нас систему налогообложения вам лучше применять. То есть вся информация есть на вот этом электронном сервисе? Да, есть электронный сервис, создай свой бизнес. Как выбрать банк для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя? Здесь налогоплательщики самостоятельно выбирают тот банк, в котором они будут открывать расчетный счет, и инспекция здесь каких-либо рекомендаций не дает. То есть все зависит от желания налогоплательщика? Самого, да, желания налогоплательщика. Тут минимально... и налоговая инспекция выдают только налогоплательщику. Тут необходимый пакет документов, с помощью которого он и осуществляет открытие счета. Как правило, это документы по государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет и выписка из единого государственного реестра. Вот эти необходимые документы налогоплательщик предоставляет в тот банк, в котором он желает открыть расчетный счет, соответственно, значит, и открывает там расчетный счет, о чем банк уведомляет с тем налоговый орган о том, что данный налогоплательщик открыл в этом банке расчетный счет. Ну, я думаю, еще можно продолжить вот таким вопросом, расшифровать и вообще рассказать, разъяснить, что такое ОКВЭД. ОКВЭД – это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Налогоплательщики сталкиваются с этим классификатором сразу же, как только начинают готовить заявление по государственной регистрации, как для регистрации юридического лица, так и для регистрации индивидуального предпринимателя. То есть по указанному классификатору налогоплательщик самостоятельно определяет те виды деятельности, которыми он планирует заниматься. И каждому виду деятельности в этом классификаторе присвоен свой код, который налогоплательщик заносит в заявление о государственной регистрации. Соответственно, выбирая из всего перечня кодов тот, который будет основным, это один вид кода экономической деятельности основной, а все остальные сопутствующие. Ограничений по количеству выбора видов экономической деятельности нет. Их можно заявить столько, сколько налогоплательщик посчитает. Нужно указать при государственной регистрации. И хотелось бы еще отметить, что если налогоплательщик в процессе своей деятельности желает добавить виды экономической деятельности, либо исключить виды экономической деятельности из заявленных ранее, то это тоже возможно. Подача есть заявления по установленной форме на внесение изменений в государственные реестра как индивидуального предпринимателя, так и юридического лица, которые подразумевают под собой как добавление видов деятельности, так и исключение видов деятельности из государственного реестра. Соответственно, те виды деятельности, которые налогоплательщик выбирает при государственной регистрации, они, соответственно, находят отражение в едином государственном реестре. И для налогоплательщика они отражаются в выписке из единого государственного реестра по строкам виды экономической деятельности. Наталья Юрьевна, вопрос такой. Где лучше зарегистрировать ООО? В какую юридическую фирму можно обратиться? Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, либо подача документов на государственную регистрацию в качестве ИП, значит, это тоже с помощью этого электронного сервиса, либо оборачиваться к профессионалам, которые занимаются подготовкой этих документов, то есть выборах. Вот, пожалуйста, налогоплательщик, либо самостоятельно, либо с помощью профессионалов. Большое вам спасибо за то, что вы смогли в очередной раз к нам прийти и ответить на все вопросы телезрителей. С удовольствием отвечу на все вопросы, которые будут возникать у налогоплательщиков и с которыми они будут обращаться в вашу передачу. И благодарю всех за внимание. На этом программа подошла к завершению. Если у вас возникли вопросы, касающиеся работы ФНС, задавайте их с помощью смс-сообщений на номер 4647. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч.